Компьютеры для пенсионеров. Красноярская молодёжь открыла специальный центр по сбору IT-техники для пожилых людей. Любой желающий может принести туда свой старый ненужный компьютер, ноутбук или клавиатуру. Всё оргтехнику передадут тем, кто не может её купить. Подробности в репортаже Евгения Шляхова. Здравствуйте. Добрый день. Я вам компьютер принёс, который присаживайте. Сейчас мы заклоним форму. И минуты не раздумывал, уверяет Сергей, когда услышал о благотворительной акции по сбору старых компьютеров для пенсионеров. Может и звучит смешно, но всё вполне серьёзно. Молодёжный центр Ленинского района объявил глобальную информатизацию среди пожилых людей. Принести свою технику сюда, подарить клавиатуру, системный блок, монитор и получить фирменную майку благотворителя может каждый. Я раньше уже принимал участие в подобных акциях. Мне достаточно это интересно. Я думаю, если кому-то это принесёт какую-то пользу, я думаю, что кто, если не я? Все эти компьютеры попадут в руки пенсионеров, пожелавших научиться работать на них, использовать интернет. Таких в Красноярске больше 500 человек. Некоторые уже взяли бесплатные уроки по изучению сложной техники. Так как у многих пенсионеров нет невозможности купить компьютер, нет даже родственников, у которых есть компьютер, нужно же как-то знания закреплять за один час, за два часа занятий в неделю. Это невозможно. Поэтому нужно заниматься дома. Эта акция началась сегодня, но желающих принять в неё участие уже немало. В дальнейшем присоединятся и различные предприятия. Времени на это предостаточно. Благотворительный проект продлится до декабря этого года. Если продвинутым пользователям интернета те же социальные сети необходимы лишь для того, чтобы занять свободное время, то для пенсионеров это неплохая возможность найти родных или друзей, с которыми давно связь потеряна. Так что теперь даже для пожилых людей компьютер стал незаменимым атрибутом повседневной жизни. Евгений Шляхов и Андрей Егоров, 7 канал. Новости.